В селе Подгородняя Покровка МЧС развернула оперативный штаб и пункт временного размещения эвакуированных. Все это проходит в рамках командно-штабных учений, которые стартовали по всей России 15 марта. Проверить готовность оренбургских спасателей прибыла проверка из центрального аппарата МЧС. Так, ну что вы можете здесь оказать, в каком формате? Палатка разделена на две зоны. Зона для оказания медицинской помощи нуждающимся и зона для оказания психологической помощи. Помимо развертывания на местности, сотрудники МЧС отработали спасательные мероприятия, которые могут возникнуть в ходе паводка. В Оренбуржье в этом году готовятся к большой воде, так что такие учения ведомстве считают актуальными. По сценарию учений экстренным службам предстоит извлечь автомобиль, который оказался в зоне подтопления. Для этого развернута целая мобильная группа. Водолаз выходит. Извлекаем из автомобиля. Помимо этого, сотрудники отработали ликвидацию разлива опасных веществ в реку. По нормативу, в случае такой аварии спасателям необходимо в течение четырех часов прибыть на место, развернуть боновые заграждения и приступить к ликвидации загрязнения. В результате половодия произошло опрокидывание нефтевоза. В реку Каргалка попало 25 тонн нефтепродуктов. Сейчас, как видите, устанавливается боновое заграждение. Первый рубеж для предотвращения дальнейшего распространения нефтяного пятна. Вы видите нефтеборщик порогового типа, который приступит к сбору и перекачиванию временной резервуар хранения. Для дальнейшей транспортировки на нефтешлан переработку. Такие крупные учения проводятся минимум раз в квартал. Кроме того, проводятся более мелкие учения, чтобы сотрудники постоянно были в состоянии готовности. На территории Российской Федерации 15-16 марта проводятся командно-штабные учения, где отрабатываются готовность сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с паводковыми явлениями и с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода. Ситуация по региону, что все, что связано с паводком, непростая. На три недели раньше у нас начались паводковые явления. Сегодня уже они проходят на западе нашей области, частично в центре уже. Мы контролируем ситуацию. Командно-штабные учения пройдут 15-16 марта. Кроме действий во время паводка будут отрабатываться мероприятия по ликвидации возгораний и крупных ландшафтных пожаров. В учениях помимо спасателей участие примут экстренные службы, службы оповещения и операторы связи региона. Роман Ланцев, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.